Всем привет! Сегодня 4 января и я дальше продолжаю работать с Лимонкой. А точнее не только я, а жду я деду Сашу, потому что он приедет ставить нужный порог, заднее и переднее крыло. А я уже буду ему в этом помогать. Ведь ни для кого не секрет, что я эти работы ранее не делал и для меня это своего рода как опыт. Беру я его на этом автомобиле. Хотел также добавить по поводу, ну, ответить своего рода на ваши комментарии и покажду я деду Сашу, скажем так. Первое. Название автомобиля. Это имя придумали подписчики. Я даже вариантов не предлагал никаких. Поэтому я не знал, что есть такое где-то в ютубе имя. Но вы знаете, мне достаточно того, что в нашем городе Запорожье таких имен у автомобилей нет. И этого хватит. У нас небольшой канал, поэтому я думаю, это не есть большая проблема. Второй момент. По поводу сварки. Действительно, сварку я делал последний раз 3 года назад. Делал мне автомобиль BMW. Там я говорил внизу, по домкратнике, в общем так, по мелочи. То, что не видно, скажем так. Поэтому я скажу, что да, швы у меня могут хромать. Опыта я в этом такого не получил. Я только сваривал свои баги, или это сварочным аппаратом. По автоматам я почти не работал. Поэтому сейчас я как раз таки этим и занимаюсь. Где-то швы у меня плохие, где-то подача проволоки не так. Это все мы исправим. Но скажу одно, что стакан будет держаться. Все нормально, не переживайте. Также я металл, который я внутри обрабатывал, я просто этого не показал. Потому что видео я и так стараюсь сделать до 15 минут, чтобы оно было... Ну, мести мое видео, чтобы это было интересно смотреть. Поэтому какие-то моменты я просто уже мог не показывать. Дальше. Хотел еще сказать по поводу того, что, допустим, можно было купить за, допустим, там 1000 долларов автомобиль лучше. Тут момент такой, что так же отвечу на него. Значит, 1000 долларов. Смотрите. Я такой шоу подсчитал, взял список и подсчитал, сколько я потратил денег на эту машину вообще полностью. И сейчас у меня вышла такая сумма. Значит. Первое. Цена автомобиля и ее оформление 19.000 гривен. Второе. Полностью вся ее передняя часть, помимо капота. То есть то, что сейчас стоит на автомобиле без капота. Это все у меня вышло 3800. Это само железо. Задние крылья, пороги, рем-вставки, которые я там использовал. Сапожок этот по мелочи. Получилось 1970 гривен. И краска, которую я покупал сюда, то есть на всю машину, кто не знает, я уже купил краску. В видео 31 декабря я об этом сказал. Выиграл первый цвет по номерам. Она уже есть. Все. Я купил грунты, краски, растворители. Все это вместе вышло на 5000 гривен. Итого общая сумма 30270 гривен. Получается, что этот автомобиль стоит где-то там плюс-минус 1000 долларов. Вот вышел сейчас. Но я беру срочетанно то, что я куплю еще грунт, белый 100%. Мне не хватит того, что я взял. Еще где-то что-то вылезет и так далее. Пусть будет 32000 гривен. Я накидываю почти 2000. Это выходит 1150 долларов. Купите за 1150 долларов автомобиль с новыми крыльями, порогами, вообще передней мордой полностью, покрашенную. Ну, понятное дело, что все это делаю сам. И здесь работа не вчитана. Но для меня этот автомобиль по кузову. Примерно получается 1150 долларов вместе с покупкой автомобиля. Ну, а теперь ближе к делу. Пока жду я Сашу. Сейчас я буду снимать эту часть. Отрежу, что время сэкономить. Ну, и когда я Деда приеду, уже будем с ним вместе все это дело выставлять. В общем, я Саша приехал уже. Дед Саша. Здравствуйте, Хим. В общем, Дед Сашей мы уже начали с порога. В первую очередь с этого рем-вставки с центральной стойки. Она, получается, уже дисприхвачена стоит на данный момент. Но я не буду на ней зацикливаться. На самом-то деле более детально, кому будет интересно, вы сможете узнать у Дед Саши на канале. Потому что кое-что мы запишем, где я и Саша на канал. А у меня мы будем смотреть, как мы выставляем эту всю сторону. Порог, двери, крылья. В общем-то самое то, что я считаю основным в данный момент. Ну что, поехали, Саша. Поехали, потом будем показывать все ребятам. Продолжение следует... Прихватили мы крыло на трех точках и четырех. Сейчас я вам покажу, с чего начали. В общем-то крыло прикрутили на саморез здесь под капотом. Домой видно вот в этом месте. И в этом месте. Само собой, я уже под точку сварки просверлил отверстие. Так я просто этого не показал. Дальше. Здесь придавили рукой вниз. Здесь еще помогли отверточкой. В общем-то, чтобы здесь свести линию. В том месте, где как раз таки проем идет под габарит. Вот прихватили в этом месте и ниже чуть-чуть. Все. Тут контур есть, держит. Дальше. Вот здесь получается. Здесь тоже самое. Надо выставить зазор, получается, между дверью и крылом. Тоже самое сюда загнали, распёрли и ниже прихватили. Сейчас оно держится. Ну, еще вот щипцы, они поддерживают крыло. Дальше нужно его корректировать. Ну, буду показывать. Пока мы есть на таком этапе. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Дальше. Ну-ка. Как ты, водитель Жуголя? Скажи, тебе нравится наша движуха? Охренительная крутая движуха. Да? Ну, прикольно. Весело. Ну, мы, кстати, уже перебрались на заднее крыло. То есть процесс такой, что впереди выставились, его уже обвалили по двери, естественно. Сейчас задняя дверь и заднее крыло. Ну, по заднему крылу, конечно, есть свои нюансы, я их потом покажу. Моками все надо выставить так, чтобы дверь и крыло стояли в одном дозоре, и потом все это дело прихватывать. Я Капаль сказал? Правильно, все четко, все. Слушай, Леха, я смотрю, на железо это все, короче, классно, но потом это все шпаклевать и подготовить по покраску, это, конечно, не шпаклевать. Следующий этап уже, но это я хоть не буду никого просить. Я не то, что просто железо так быстро, ну, вроде относительно быстро я скита прикрутил. Ну, как быстро, я думаю, что... Блин, ну, надо здесь поварить, быстрее еще подготовить по покраске. Смотри, я начал ее в начале декабря, уже начало, я наваряю. Ну, снимай, Леша. Уже, считай, почти месяц не делал. Ну, это месяц ее платуете покрасить. И только... Да. Ну, где-то месяц ее платуете покрасить. Здесь немного вопросов для покраски. Нет, ну, если плату не будем заниматься, утра до вечера отдал. Сегодня работа, я думаю, украсть где-то месяц. Сейчас, но я предполагал, что сейчас, когда мы делаем, у меня выходные, это 11-го числа. Я думал, что я именно в этот период его буду красить и покрашу потом. А из-за того, что здесь ножок, мы будем поварить там седева, по-моему, только. А весны еще далеко. Я считаю... Ну, почему весна, я хотел заморозить. А, глядь. В, по-моему, стоять. Ахаха... Ахахаха... Что-то нужно... Иdin aspirations! Продолжение следует... 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 Это было интересно, это было весело, прикольно, смешно. На него никто не обижался, несмотря на то, что он в кадре говорил, что сучки, ублюдки. Это было с юмором, подача его была прикольная. И вот то, что он начал делать после Черныша, все его движения в сторону иномара. Не знаю, что там он делал еще. В общем, вот эта вся шляпа, которую он начал снимать, это не то, это не его. Он в тазы, ему надо в тазы. Ну все, в общем-то, я просто решил так, мы об этом говорили. Если кто поддерживает эту идею, пишите, чтобы Андрей это увидел. Кстати, кто на канале об этом не сказал, ну ладно, пусть у меня будет. В общем, пишите. Это шуточный формат, это не то, что там серьезное видео не будет. Найдется какая-то специальная машина для этого, то есть все это будет в шуточном формате. Все это сделаем. Ну а на этом я со всеми хочу попрощаться. Всем удачи и до скорого. Пока.